С наступлением холода змеям приходится нелегко. У холоднокровных температура тела меняется вместе с температурой воздуха, зимой солнца недостаточно, чтобы обеспечить их жизнедеятельность. Пережидать холода змеи предпочитают в норах и других убежищах. О том, что скоро зима, змеи догадываются по падению температуры. Когда тепла становится совсем мало, они ищут норы, в которых и проведут всю зиму. Для зимовки они выбирают естественные углубления или норы, в которых раньше жили грызуны. Чтобы выжить после выпадения снега, холоднокровные прячутся под землю на глубину до метра. Заняв убежище, змеи впадают в анабиоз. Все процессы в организме замедляются настолько, что для поддержания жизнедеятельности не требуется еда и вода. В таком оцепенении змеи проводят несколько месяцев до наступления тепла. Когда воздух и земля прогреваются, присмыкающиеся понимают, что пришла весна. Даже если на земле все еще лежит снег, змеи начинают днем покидать свое убежище, чтобы побыть на солнце. Присмыкающиеся, живущие в террариумах с постоянной температурой, также готовятся к холодам. В анабиоз они не впадают, но их активность падает до минимума. В спячку присмыкающиеся впадают не только из-за морозов. Этот способ помогает им пережить сильную засуху, когда поиск пищи начинает отнимать слишком много сил. Подобное поведение хорошо выражено у бразильских анаконд. Продолжение следует... Продолжение следует...